так что у нас тут происходит тут у нас происходит следующее ситуация такая в этом сезоне мы делали отводки от каждой семьи и в общем сейчас у нас пчелосемей 50 с плюсом но это еще ни о чем не говорит что так много о хотя хоть не обязательно все это будет сокращаться опять потому что слишком много в планах было где-то максимум 40 но у нас получилось больше 50 плюс лесные рай в лесу еще ловушки стоят но сейчас погоды пока нет районе летят вот как погода вот хорошая возможно опять где-то у кого-то раи полетят возможно у нас но по сути у нас нынче только 13 раев сошло с ульев все благополучно были пойманы посажены рассажены кого куда вот ну и скоро начинается главный медосбор и будем опять сокращать некоторые семьи то есть объединять делать будем медовики подсиливать более слабые вот уже магазины стоят на некоторых но большинстве можно сказать у лиф так сейчас у нас сколько температуры температура сейчас у нас 16 6 плюс и влажность 50 процентов нормально погодка сегодня более-менее такая но здесь обычно 16 показывает а на ртутном показывают 12 вот этот правильнее показывают тот что-то неправильно показывают как-то в общем все сроки облета молодых маток они уже прошли и на днях мы проверяли матки облетелись не облетелись в общем осталось нам проверить 123 и вон там четвертое четыре семейки но погода не дала короче не закончили мы работу еще вот несколько семей не облетелась вернее матки не облетелись поэтому ждем хорошей погоды может быть на днях уже более-менее повышение будет и тогда будем уже манипуляции проводить сейчас потому что холодно или не заглянешь ничего не сделаешь здесь вот райок пойманный здесь райок свальный был мы к ним молодую маточку посадили ставить ульи дополнительно уже места нет здесь поэтому нашли мы еще одно место куда можно было поставить вот сюда мы поставили еще шесть ульев здесь вот отводочки тут два роя вот этот и вот этот вот но и там еще один отводочек в общем их я трогать нынче не буду пусть они развиваются сами подсиливать только мед они конечно принесут только себе а товарный мед уже будут приносить основные семьи отводки игра и ну там уже будем смотреть по силе где-то объединять будем где-то будем оставлять как самостоятельную семью и они будут работать уже на себя так скажем а если все нормально то уже на следующий год они дадут нам товарный мед вот а товарного меда принесут только основные семьи так сегодня пчелы такие немножко злые погоды нет ну вот что у нас здесь происходит смотровом улье сейчас посмотрим здесь у нас отводок посаженный ну пчела конечно накопилось вот они обогревают сейчас расплод здесь в принципе хорошо матка сеет магазин еще не зашли ладно долго не будем потому что на улице прохладно чтобы не застудить вот и с другой стороны тоже еще посмотрим быстренько вот здесь тоже самое вот расплод закрытый уже печатка и вот здесь они уже потихонечку начинают даже напрыск есть здесь вот на открыть отверстие потому что влажность копится здесь вентиляция он конденсат они начинают меня уже атаковать некоторые сейчас закрываю и ухожу погода нелетно поэтому они немного злые сегодня так вентиляцию сделаем так здесь у нас сено было здесь мы все убрали порядок навели сложили пока железо сюда железо мы покупали в планах у нас овощную яму надо будет делать и железо купили вот поэтому все все на здесь больше не будет здесь у нас будет как такое небольшое складское помещение еще наверно доски сюда сложим в общем что касается кос косма благополучно на днях продали теперь у нас кос нет и все на заготавливают нынче не надо будет куры у нас остались на куры тоже только до осени и скорее всего осенью как только не перестанут нестись мы их тоже уберем но они у нас старенькие уже курочки вот и зимой они не несутся потому что это помещение холодное вот обогревать это в копеечку встает опять же электроэнергия мотает вот отдельно теплого помещения нет если раньше они сидели в помещении там где амшаник сейчас там обогревалась там все хорошо вот то сейчас они вот эту зиму зимовали здесь и осенью мы их уберем вот потому что ну чё кормить зря их все равно они не будут нестись и корма просто так улетает и корма тоже не дешевая вот в общем с хозяйством пока свернемся и у нас основное направление это вот сейчас только пасека посмотрим как она пойдет дальше потому что надо чем-то одним заниматься либо пчелы либо хозяйство потому что тем и другим ну может у кого-то получается у нас не получается потому что нагрузка во первых во вторых когда идет роевая пора тут где-то в какой-то год бывает и совпадает и все на кос и рои летят и там надо и тут надо и короче не разорвешься потому что были случаи когда у нас сено мы убирали сухое ладно недалеко были вышел рой слышим где-то что-то гудит все побросали пошли рой ловить были бы далеко то не поймали бы не рой и не чел бы не меда ничего бы не было поэтому надо что-то одно выбирать может у кого-то получается если объемы маленькие то еще можно как-то но когда объемы большие пасека увеличивается то это становится сложнее потому что там надо и тут надо везде надо короче ну как говорится бери ношу себе по силам вот и выбираем ношу себе по силам вернее берем и расставляем приоритеты что для нас более приоритетно и уже этим занимаемся вот поэтому сена здесь больше не будет пока вот но что будет дальше там уже время покажет не будем далеко вперед забегать как сложатся обстоятельства тоже никто не знает жизнь она такая штука сегодня такая завтра другая поэтому может сегодня не держим хозяйство следующий год там через год через два через три через пять снова заведем хозяйство кто его знать в жизни всякое бывает поэтому планы планами как говорится человек предполагает а бог располагает так что вот такие дела ну что пойдем дальше посмотрим ну здесь я скорее всего вот сюда поставлю пустые улья которые останутся потому что когда мы будем объединять пчелосеми делают медовики то пустые улья просто уберу сюда ну и в зиму пойдет уже конечно не 50 семей ну пойдет семей может быть 35 зиму вот если все нормально благополучно перезимует то повдасток на следующий год опять удвоим пасеку потом опять сократим ну то есть все равно какие-то манипуляции будем делать чтобы на месте не топтаться ну и держаться определенного количества и все и нормально вот так ну вот опидомик он занят тут отводки тоже у нас здесь тоже отводки но у здесь вот хороший от водочек рой подсадили к ним еще вот в общем вот здесь я пометочки делал здесь вот на кирпиче писал засева нет то здесь нет яиц то есть матка не сеет либо ее нет вообще либо она потерялась либо она еще просто не облетелась надо подождать немножко несколько дней здесь такая же ситуация вот я здесь пометку сделал чтоб не открывать крышку чтобы знать ну там плюс тетрадки все написано дальше здесь уже сеют здесь уже все здесь работают вот там еще одна не работает дальше у нас идет здесь вот у нас тоже от водочек был здесь молодая матка сеет вот я даже писал 18 числа мы проверяли все здесь тоже сеет здесь у нас запасные маточки в общем вот эти вот этот запасные матки на случае если вдруг где-то надо подсадить вот туда надо подсадить здесь вот тоже я писал 18 июня сеет она мы смотрели вот ну вот пока такая картина у нас получается пойдем дальше посмотрим что тут у нас в шаники в общем вам шаники у нас вот такая картина сейчас свет включу и посмотрим так здесь я немного сделал тоже стеллажи вот таким вот образом то есть будут на зимовку здесь у ли пойдут уже в два этажа в два яруса то есть первый этаж полностью здесь будут занимать и второй этаж и плюс один ряд будет по середине здесь будет проход и здесь будет проход ну проходы нужны для того чтобы зимой все равно нужно где-то поглядывать прослушивать мало ли что где-то ближе к весне может кому-то подкормку нужно будет дать чтобы не ходить тут через улики не перешагивать вот эту прошлую зиму у нас зимовали тут вот так вот стояли два ряда в один этаж тут немножко тут и вот как бы и к тем уликам которые стояли там еще не было стеллажей добраться было сложно как вы туда добраться посмотреть как они зимуют и пришло приходилось как-то аккуратно аккуратно тихонечко через эти перелазить что туда залезть в общем это был такой негативный опыт ну а сейчас по стеллажам уже как бы будет более менее удобно вот ну вот здесь магазины готовы это уже вот на главный медосбор вот он скоро начнется дельки может через две может раньше счет погоды зависит еще и магазины уже будут ставиться на ульи и там уже дело пойдет но сейчас они пустые 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 пока еще с вощинкой что подстраивали здесь у нас зимой там стоит терморегулятор но кто следит за каналом знаю здесь вот датчики висят все в воздухе ну таком на на середине немножко чтобы допустим влажность это включается вон тот вентилятор вытяжка если влажность превышает норму включается вентилятор срабатывает датчик реле если допустим температуры по температуре тоже температура упала включился обогрев обогрев я потом поставлю другой стоял вот этот вот инфракрасный ну надо вот другой поставить он мешается на потолке он головой стукаешься в него неудобно вот потому что потолок низкий вот ну и в принципе здесь такого ничего нет все так вот как-то пока принципе нынче вам шанике пчелы перезимовали отлично вообще отлично прихожу к выводу к тому что зимовка вам шанике ну или в зимовнике это намного лучше чем зимовка под снегом и кормов расходуется меньше и температура более-менее стабильная влажность тоже ну то есть намного лучше ветра нет а на улице зимовка она все равно свои минус конечно там и температура прыгает постоянно когда на улицам то плюс то минус и понятно что и влажность тоже прыгает туда-сюда из этого пчелосемень немножко страдают из-за того что влажность прыгает вот так что лучше конечно в зимовнике прошлый год мы столкнулись с тем что воробьи начали есть пчел в этом году тоже самое хуже чем синицы прям сидят у литка и главное не бояться подходишь они даже не боятся сидят и таскают труднее пчел как бы плохо это вот дальше дождь пошел опять тут нам отдали шифонер такой вот старенький еще советский шифонер у нас было два такой вот такой и из них я сделал склад для рамок вот здесь вот таким вот образом и делал подвесы для рамок удобно хранить закрыто и восковая моль маловероятно что она сюда зайдет так если конечно где-то щель найдет может залезть а так маловероятно что она сюда зайдет то есть вот рамочки эти у нас суп перговые рамки вот таким образом здесь очень удобно хранить здесь это уже готовы то есть раз два три четыре здесь вот четыре яруса рамок и здесь уже так сказать nc будут медовые рамки хранится часть на весну останется вот часть может быть откачаем посмотрим уже лишь бы лето не подвело какой вот июль тоже неизвестно если июль вот плохой но все считай в пролете остались главными сбор прошел с плохой погодой все сейчас самое главное чтобы была погода погода будет вот мед погода не будет меда не будет так что многое зависит от погоды будем надеяться что погода будет вот о погоде говорил буквально недавно было более-менее сейчас пошел дождь сильный ветер вообще меняется погода на глазах нет стабильности в погоде сейчас если раньше как-то ориентировались я помню еще по приметам сейчас уже некие приметы не работают погода сама по себе уже вот так что будем надеяться на хороший июль а до июля осталось совсем немножко уже скоро зацветут главные медоносы растения где-то уже иван-чай цветет вовсю у нас местности вот как но немножко то со мной эта масса конечно еще не светит только-только вот начинает еще набирать свет больше недели еще конечно ну такая погода будет тоже неизвестно столярки пока не работаю это только зимой солярка сейчас пока молчит ну там немножко дело рамок рамок не хватило не рассчитал чуть-чуть вот поэтому если бог даст жизни здоровье то зимой буду делать побольше чем я сделал прошлой зимой чтобы весной было побольше рамок и переживать что не хватит ну и пока тут холода стояли тут за пару дней вот сделал вот такой вот террасу небольшую перед домом из досок как как получилось здесь такие ступеньки и половина это уже пандус мало ли где-то на тачке заехать что-то привести увести зимой может на корыте где-то что-то увести завести да и снег будет скидывать проще оттуда терраса открытая крыши здесь не будет здесь вот вот так вот света здесь цветочки поставить посадь потом вазоны поставим большие горшки такие огромные в общем красоту наводим как говорится такие дела нормально нам нравится хорошо вода буду ходить доски еще сырые поэтому они потом высохнут и между досками появятся щели я специально сделал плотно потому что доски еще влажные они усохнут и потом будет нормально и вода буду ходить сквозь доски что по газу газ нам вот завели труба идет туда заходит дом вот газ зашел здесь поставили счетчик осталось его опломбировать и все с газом там вообще целая пупи они уже давно в дом завели нам осталось подключить к плите шланг но так как я не имею права на ждать в общем постоянно к ним ездим то одно у них то другое то там еще какие-то документы собери в общем чтобы подключить газ это вообще-то беготня такая раз-два-три это у вас не то идите снова то эти документы соберите эту справку с и возьмите на в общем почему вас котел не стоит ну как бы все было заранее обговорено уже что котел мы будем ставить тогда когда когда у нас получится поставить его то есть ну котел тоже не не дешевое удовольствие потому на котел накопить чтобы потом его купить потом установить сделать вентиляцию там сделать окно в общем там тоже долгая история тут приходим опять про котел речь завели так мы же решали это вопрос что котел будем ставить тогда когда мы сможем поставить пока нам нужно подвести к варочной плите варочной поверхности все с котлом потом вам разбираться нет что-то у них там то не так это не так 525 вроде бы говорили одно сейчас приходишь другое говорят в общем там такая волокита с этим газом чтобы просто подсоединить шланг и все в общем ну сделают конечно только когда это все сделают в общем долго история скоро зима уже лето пройдет и до сих пор в общем вот такая вот у нас история пока все идет своим чередом что-то новое снимать ничего не сниму потому что у нас сейчас работа я уже говорил что большую часть проводим на пасеке в холодное время какой-то другой работой занимаюсь ну и все пока ничего снова ничего такого нет событий каких-то там супер-пупер ничего нет все по-старом в общем все по-старом все так двигается по меду пишите в к пишите в одноклассники в к наша группа деревенская пасека называется большими буквами ссылки есть в шапке в описании канала в описании под видео в общем смотрите дзен вам в помощь вконтакте в одноклассиках вам помощь найти нас ну просто несложно то есть по ссылочкам проходите заходите нас видите пишите и все там уже можно связаться без проблем вот такая вот история у нас на сегодняшний день что будет происходить дальше какие-то события дальше мы будем показывать но пока вот этот ролик будет полнометражный такой но в основном пока короткие идут как я уже говорил в предыдущем ролике интернет у нас нестабильный в общем проблем у нас пока с интернетом поэтому грузить длинный ролик это долгая история в этом пока такие один раз может две недели раз в месяц еще может раз в три недели как получится длинные буду снимать ну часто нет не получается пока если проблема решится с интернетом там посмотрим может вам дальше снимать более длинный ролик пока так все всем пока пишите письма ну и всех благ здоровья успехов пусть бог благословит вас